День независимости И берегись автомобиля Последний этап, самый сложный, маневрирование В очереди билетные кассы и взрослые дети Прямо сейчас выступает коллектив Росы Открывает весь город Наши корреспонденты из эпицентров праздничных гуляний Наша любимая пласть и враги Миллиона три голоса Плюс к пенсии, минус ставка, киловатты на рельсах, фора для иностранцев Большой обзор громких заголовков недели Праздник с осыцательным знаком Митинг, фонтан в реке, грандиозный фейерверк В Минске вся страна отметили День независимости В столице праздник начался с шествия Беларусь помнит, колонна прошествовала По проспекту независимости до площади Победы Там к вечному огню возложили цветы Память погибших героев почтили минутой молчания Особые слова благодарности Я адресую ветеранам, которые сейчас вместе с нами Спасибо вам за то, что выстояли и защитили Родину Ваше безграничное мужество, стойкость и патриотизм Стали для нас тем ориентиром Который помогал и помогает нам Держать любые удары современности У дворца спорта разместилась ярмарка, сделана в Беларуси Народные умельцы поразили плетенными чехлами для телефонов Берестяными обложками для документов Вечером у Стелы Минск «Город-герой» прошел гала-концерт Шоу подготовила команда молодых режиссеров и хореографов Сюрпризом ко Дню независимости для минчан стал новый фонтан Его открыли светомузыкальным представлением на набережной Свислочи В 23.00 в небо над столицей взмелезалпы салютов и фейерверков Эпицентром Дня независимости в Бобруйске стала Площадь Победы Она буквально утопала в цветах В главный государственный день там собралось свыше тысячи человек Бесконечная вереница желающих возложить венки Память погибших в годы Великой Отечественной Почтили представители исполнительной власти Депутатский корпус, трудовые коллективы, молодежь, общественность Воины Бобруйского гарнизона, почетные граждане города, представители духовенства Символ победы танк Т-34, установленный на могиле Бориса Бахарова, стал эпицентром торжественного митинга Пятиконечная звезда из живых растений украсила памятник Военные отдали честь, гражданские поклонились всем, кто сражался за мирное небо Это очень важный праздник не только для нашего города, но и для всей нашей страны День независимости – это тот праздник, который сегодня у каждого у нас в сердцах Мы благодарны нашим дедам, прадедам, которые завоевали этот мир Я хочу пожелать нашим гражданам, нашим бобруйчанам, в первую очередь, здоровья, мира и благополучия И чтобы радостный детский смех всегда звучал на улицах нашего города С праздником, город Бобруйск, с Днем независимости! Действительно, это большой праздник для всей нашей республики, для всех наших граждан Я от души поздравляю всех с Днем независимости Республики Беларусь В республике созданы все условия для того, чтобы человек мог развиваться, развивать свои таланты Праздник сегодня получился яркий, интересный Хочу отметить, что очень хорошая идея в том, что сегодня молодые, ну, относительно молодые мамы получили медали и ордена материнства Это тоже много значит в такой торжественной обстановке То есть это говорит о том, что наша исполнительная власть на уровне заботится о развитии нашего города, думает о людях Во время празднования председатель Бобруйского горосполкома Александр Студнев вручил 4 ордена матери Юбилейной медали 75 лет победы в Великой Отечественной войне получили сразу 7 жителей города Сделано с любовью Союз молодежи поздравил мам, которые родили малышей в День города Маленьким бобруйчанам вручили памятные сувениры Из-за эпидситуации активисты не смогли лично поздравить новоиспеченных родителей Передали подарки через врачей В День города родилось 8 деток 2 девочки и 6 мальчиков Детки чувствуют себя хорошо Бобруйская городская организация сегодня в праздник День независимости 3 июля Поздравила новорожденных граждан Республики Беларусь, города Бобруйска В рамках акции «Подари новорожденному вышиванку» Нами переданы пледы в Бобруйский родильный дом С оберегом, вышиванкой, которую, будем надеяться, будет хранить И оберегать наших молодых жителей города Бобруйска 226 квадратных метров счастья Это 3 июля многодетная семья Карахановых-Петрушко запомнится помпезным новосельем В День независимости она обзавелась двухэтажным коттеджем Дом украшают яркие фасады Внутри несколько входных групп, французские окна, настоящая терраса На торжественной церемонии присутствовал мэр Александр Студнев И другие представители городской и областной вертикали власти Мария Бушкевич впечатлилась новосельем Детский дом семейного типа на Комсомольской Восьмой по счету в Бобруйске В день его открытия в уютном дворике как никогда многолюдно Почетные гости пришли на праздник не с пустыми руками И буквально задарили новоселов подарками Александр Студнев вручил семье паспорта на бытовую технику и мебель для кухни Всего на 10 тысяч рублей Презент от Могилевского облсполкома Сертификат от депутатского корпуса, спорт, инвентарь, игрушки От хоккейного клуба Бобруйск там занимается один из воспитанников семьи Культиварка Бобруйская епархия подарила икону Божьей Матери Новоспеченные хозяева радушно проводят экскурсию Демонстрируют долгожданные квадратные метры Снаружи яркая расцветка фасадов, балконная группа с панорамным окном Внутри пять спален, просторная столовая, гостевая Уют оценил и сам градоначальник Терраса даже открытая есть, да? Можно выйти на улицу? Да, очень удобно На улице посидели, чай, кофе попили Вот там скамеечку нам поставили Детские оборудованы всем необходимым для отдыха и учебы Есть двухъярусные кровати и целое пространство для игр В семье Светланы и Петра Карахановых-Петрушко воспитывают восьмерых Двое своих и шесть приемных Они переступили порог этого дома Еще не смело, еще не понимая, что они хозяева А сегодня они себя почувствовали хозяевами И мы радуемся, потому что мы видим и глаза Здание в 226 квадратов возвели буквально в рекордные полтора месяца Постарался Бобруйский завод КПД Мы не будем ютиться в маленьких комнатах У нас есть уже большие просторные комнаты Мы можем собираться в одном Потому что нам приходилось кушать не за одним столом Мы кормили детей, потом садились взрослые, не хватало места А сегодня мы здесь поставим два больших стола Соединим их вместе и можем садиться все вместе Это здорово Новоселам подарили вот такой символический ключ Длина около полуметра, вес почти три килограмма Таким, конечно, не откроешь входную дверь Зато запросто можно украсить интерьер У дома детская площадка, качели, песочница, хозпостройка Скоро здесь высадят деревья, цветы, кустарники Появится бассейн Праздничный стол по случаю новоселья полон угощений Два торта минимум по три килограмма каждый Зефир, мармелад, изобилие экзотических фруктов Просмотр видео из семейного архива многих растрогал до слез Отрадно, что именно уже это восьмой дом семейного типа Который будет существовать в городе Бобруйский Та семья, которая берет на себя такую ответственность Она понимает, что дети, которые будут здесь расти Которых они будут воспитывать Они не будут обделены вниманием В эти дни город буквально утопает в подарках Ровно три дня назад состоялось торжественное открытие Первой подстанции скорой помощи Совсем скоро распахнет двери новенькая детская больница На очереди еще несколько грандиозных строек Подписное распоряжение главного государства О социальной направленности, поддержке даже, можно так сказать В это распоряжение попало строительство новой школы в седьмом микрорайоне С бассейном и нового детского садика тоже в седьмом микрорайоне Каждый из нас должен понимать, что мы защищены Мы защищены своим государством Мы защищены нашим городом И наши все усердия и усилия Только должны быть направлены на процветание нашей страны и нашего города Мария Бушкевич, Андрей Богдан, итоги недели Вот это голос В преддверии праздника Дворец искусств провел онлайн-концерт Трансляцию запустили в официальном инстаграм-аккаунте учреждения На сцене выступили местные коллективы и солисты Прозвучали народные и патриотические композиции В последнее время практикуем такие концерты Ну, уже почти привыкли За главные мероприятия прошли в день праздника Музыка 3 июля, кажется, раздавалась отовсюду Зрелищные программы подготовили центры детского творчества и городские парки Анастасия Пахлёстова зарядилась настроением и пообщалась с горожанами Море музыки, большая развлекательная программа и танцы везде Творческие коллективы подготовили для горожан развлекательную программу на любой вкус Центр доп. образования детей и молодежи не остался в стороне Гвоздь программы и песни про родную Беларусь С Днём независимости, Бобруйск! Хочется поздравить всех бобруйчан и гостей нашего города С замечательным праздником Днём независимости нашей республики Мы сегодня подготовили для бобруйчан праздничную концертную программу Несмотря на не очень хорошую погоду, это не помешало нам быть в прекрасном настроении Даже ненастная погода не испортила настроение артистов и зрителей Горожане тепло встречали каждый номер У нас внучка участвует в этом концерте Она ходит в вдохновение танцевальное коллективо Она выступает, и мы всегда приходим её смотреть Это здоровье, счастье, удача, ну и пускай все будут счастливы Потому что счастливый человек, он весёлый и он никому не желает зла Мне очень понравился вокал, который пел песни, которые играли на разных инструментах Мне очень понравилось Здоровье, удача, пусть они будут весёлые и пусть всегда улыбаются Две сцены и карусели – парк культуры отдыха, излюбленное место отдыха горожан Бойко шла торговля сладостями Вечером на площадке возле малой сцены прошла танцевальная программа «Кветка», совмещенная с концертом Горожане приходили целыми семьями, с удовольствием гуляли и танцевали В очереди билетные кассы и взрослые и дети Самые популярные аттракционы – это Калипсо, сюрпризы, летающая тарелка Мы поздравляем весь город, Бобруйск, всю Беларусь с Днём Независимости Желаем мирного неба над головой Желаем всем людям, чтобы они были счастливы, чтобы мы жили в мирном, как сейчас мы живём в мирное время Всем здоровья, всем ярких эмоций, впечатлений С праздником город очень красивый город, не хуже Минска, мы сами с Минска Очень красивый, вообще как за границей, мы были за границей, вообще как в Испании, честное слово Поздравляем город, желаем ему развиваться дальше И всего, ну, всего самого наилучшего Город Бобруйск, поздравляем тебя с праздником Процветай и всего самого хорошего Молодёжный парк собрал на праздник жителей Пермайского района Горожанам повезло К моменту начала концерта дождь стих Сквозь тучи стало выглядывать солнце Ребятня не стала упускать возможности поплескаться в фонтане Очень нравится Я по соседству живу, поэтому пришла сюда посмотреть концерт Бобруйчане, город Бобруйск, праздником вас, Днём Независимости Мы услышали, как нож открыто, услышали, быстро оделись и сюда Внуча, доча Поздравляем весь город, всех любим Бобруйчан Сами Бобруйск, вообще нечего сказать Желаю здоровья, независимости и всего-всего самого лучшего Исполнения всех желаний наших молодёжи Желаю всего хорошего городу в этот день, праздник, День Независимости Чтобы было у нас всё хорошо и прекрасно Поздравляем Поздравляем город Бобруйск с этим замечательным праздником Желаем счастья, всем здоровья и успехов Спасибо Поздравляю наш город, нашу страну с большим праздником Желаю просветания, особенно нашему городу Он так изменился, такой прекрасный стал Всего самого наилучшего Центр досуга и творчества тоже организовал музыкальную программу Красная шапочка приглашала поиграть малышей А дети и взрослые могли оставить своё пожелание стране на бумажных ладошках Жители Форштата танцевали и подпевали зажигательным частушкам и народным песням Праздник, который отмечала вся страна, отозвался в сердце каждого бобручанина Анастасия Пахлёстова, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов Итоги недели Оторвались за рулём В Бобруйске в День независимости назвали имя лучшей автоледи Конкурс прошёл восьмой раз Соло, танцы, клубника для соперников Владислав Боев уверяет, даже проливной дождь не остановил ретивых участниц Девять железных лошадок под проливным дождём Модели с японскими, корейскими и чижскими корнями Хозяйки автомобилей показывают товар лицом При роскоши внутри, снаружи презентабельно И что ни говори, честовски комфортабельно Первый этап конкурса – презентация Участницы с иголочки рассказывают про образы, удивляют талантами Внезапный сильный ливень едва ли смущает присутствующих Одними танцами сыт не будешь Девушка с пятым номером, кажется, вспомнила народную мудрость И решила проложить дорогу к сердцу жюри через желудок В составе исключительно сильный пол Болельщики не смолкают в группах поддержки родные и друзья члены коллектива За соревнованием следят десятки прохожих Мы болеем за нашего участника Юрисконсульта Бобруска Громаш Луцку Наталью Олеговну За Клочкову Ирину Аккуратный, прилежный водитель Соблюдает все правила дорожного движения Автоледи вошли в раж Несмотря на то, что презентация позади Водители не торопятся приступить к следующему заданию Организатор приводит участниц в чувство Так, все фазируют, никто не слушает председателя досад Правила дороги, правила жизни Фраза с рекламных баннеров как будто слоган второго этапа Девушки получают карточки с заданиями Похожие билеты сдают в ГАИ Внимание! Приступили! Председатель жюри считает секунды Это конкурс на скорость Через считанные минуты девятый номер вырывается вперед Результат зафиксирован Лидия Горбач рассуждает, где могла ошибиться Наверное, с табличками Всегда путаюсь с табличками Немая сцена Умственная активность на максимуме Конкурсантки вспоминают ПДД Тишину то и дело нарушают зрители Впечатление просто классное Мы сейчас болели за нашего руководителя Грайко Анны Николаевны Мы ее просто поддерживаем И хотим, чтобы она победила, потому что она лучше Погода прекрасная Жарко Дождик охлаждает, класс Все супер В судейской палатке подводят промежуточные итоги Девушки готовятся к финалу, прогревают двигатели Прямо сейчас им предстоит показать мастерство вождения Среди заданий гараж, змейка, разворот в ограниченном пространстве Последний этап самый сложный Маневрирование Полосу проходят по очереди Участницы останавливаются у старта Движение начинают по команде Первый элемент – диагональная парковка Важно не задеть вот эти колышки за моей спиной Организаторы конкурса признаются Список элементов не случайный Эти ситуации как можно чаще встречаются На дорогах города И за граних дорог Тем самым мы стремились повысить уровень подготовки Водитель Наке успешно выполняет парковку Двигается для следующего маневра Постановка задним ходом происходит с трудом На выезде падает колышек Ограждение, по иронии, задевает воздушный шарик Болельщики сходятся во мнении Автоледи невиновна То, что мужчины считают, что женщина – плохой водитель Это ошибочное мнение Наоборот, женщина намного аккуратнее всегда водит машину Испытания позади члены жюри отвлекаются от подсчета баллов Рассказывают, на что обращали внимание во время конкурса На выполнение элемента То есть, как подъехал автомобиль, остановился Правильно ли начало движение Потому что, если неправильно определить, скажем, точку, откуда начинает движение Можно не попасть в габариты Я смотрел, как украшена машина И, опять же, как было представление Например, чтобы машина была в одном стиле с участником Награждение Автоледи получают памятные дипломы и подарки Гран-при присудили Снежане Курочкиной На победительницу надевают ленточку Дарят набор белорусской косметики и видеорегистратор Я в таком восторге Что, ну, очень счастлива Очень Не передать словами Хотелось бы спасибо выразить Антонине Сыч Она меня непосредственно вдохновляла Помогала в создании образа В создании сценария Украшали мы вместе с ней машину Вообще супер девчонка она Везде участвует, во всех конкурсах, во всех играх Ну, вообще супер женщина Сегодня в образе амазонки На машине райская птица, растения и рыболовная сеть Из окна выглядывает царь зверей Автоледи за рулем 10 лет Уверяет, дороги не боится Нервничала лишь перед зрителями За 10 лет были штрафы? Один Один не пропустила пешехода Вот Записи в талон Признаюсь честно Теперь мы всех пешеходов пропускаем Даже тех, кто Переходит в неустановленном месте В бардачке легковушки Аптечка и документы Под потолком подарок мужа Умное стекло Гаджет должен был помочь во время третьего этапа Но не случилось Видите, сетка висит Вот единственное Надо было снять при парковке боковой И все же отдельными хитростями воспользоваться удалось Ну вот такой есть у нас веер замечательный Который вроде бы как женщины все используют для обдува Но с другой стороны вот у нас здесь весь сценарий Лучших автоледи Бобруйска назвали в восьмой раз Конкурс проводят с 12-го года Организаторы, горком БРСМ и объединенная организационная структура ДСАВ уверены Хороших водителей надо знать в лицо Владислав Боев, Дмитрий Шевцов, итоги недели Концерт, фудкорт, салют Празднование Дня Независимости в городе Завершилось большой программой у Ледовой арены С наступлением сумерек небо озарил красочный салют К кульминацией вечера стало исполнение гимна страны К акции присоединились сотни горожан Мария Бушкевич тоже впечатлилась Эпицентром Дня Независимости в городе на Брезине Стала Бобруйская арена Выездная торговля и концерт народных коллективов Люди отдыхают и веселятся На сцене танцевальные номера, патриотические песни За феерией следят несколько сотен зрителей На ярмарке под открытым небом очереди Разбирают шашлык, сладкую вату и квас Музыкальную программу назвали Беларусь моя гордость и слава День Независимости отмечают в едином порыве Прямо сейчас выступает коллектив Росы Подбивает весь город Многолетние традиции отмечать День Независимости Всем вместе не смог помешать даже дождь Со всеми смотрим, наблюдаем, как отдыхает весь народ Замечательная программа Очень приятно посмотреть на деток, которые танцуют Веселятся, поднимаются настроения Уровень организации, как всегда Отличная музыка, отличные коллективы Дорговые ряды, все замечательно Постоялся праздник Душа наполнена энергией, задором Настроение прекрасное Мы вот с внуком, внук с Гомеля приехал Финальный аккорд 3 июля Главная песня страны Ровно в 23.00 стартовала акция Споем гимн вместе Яркой точкой стали мирные залпы салюта Несколько минут и небо над городом окрасилось в разные цвета Мария Бушкевич, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов Итоги недели Город на неделе отметил еще одну важную дату Собственное 633-летие Для горожан устроители подготовили немало сюрпризов Бобруйск гулял весь день Напомним, как это было Возложения цветов прошли на площади Победы и у памятника Георгию Победоносцу У танка Бахарова вереница горожан Отдать дань памяти пришли представители исполнительной власти Депутатский корпус, трудовые коллективы, молодежь и общественность Дорогие наши горожане Живите спокойно, живите под этим мирным небом Радуйтесь, улыбайтесь И будьте уверены, что мы сохраним вместе с вами наш город Мы сохраним мир в нашем городе И мы сохраним хорошее настроение Колокольная церкви Иверской иконы Божией Матери Пополнилась двумя новыми колоколами В освящении участвовал епископ Бобруйский и Быховский Серафим И председатель горосполкома Александр Студнев Перезвон разнесся на все окрестностей И как символ победы над врагами возвестил о празднике Получили от наших друзей из Минска Вот эти два колокола Которые будут подняты сейчас на колокольню Будут звучать, славить Бога, приглашать к богослужению Пусть эти колокола будут действительно призывом к радости К любви, к благословению Бога Открытие подстанции скорой помощи Самый большой подарок городу Новоселье отпраздновали с размахом Сертификаты на четыре кареты скорой Из рук городоначальника получила главврач Открытие подстанции скорой помощи Еще больше улучшает доступность и качество оказания медицинской помощи Для тех пяти бригад, которые здесь будут располагаться Имеются замечательные условия для быта Потому что людям, кроме того, чтобы работать Необходимо где-то отдыхать между вызовами Принимать пищу Писать документы Праздничные площадки целый день встречали бобручан Своё 633-летие бобрусь встретил с песнями, танцами и вкусными угощениями Гуляния прошли в городских парках и центрах творчества Возле Ледового дворца прошел фестиваль воздушных змеев Поздравляю наш город с праздником Ему сегодня исполнили 633 года Он у нас самый лучший, хоть и маленький Здесь у нас самые мирные жители Мы всегда будем рады новым жителям Киловатты на рельсах, фора на жильё и премьера июля В Беларуси повысились трудовые пенсии Ставка рефинансирования пошла вниз А иностранцы получили новые преференции О чём речь? Чем ещё страна жила на неделе, узнаем прямо сейчас Страна отметила День независимости Во дворце республики прошло торжественное собрание В зале находились высшие должностные лица, представители органов госуправления и трудовых коллективов Ветераны Великой Отечественной 3 июля по главному проспекту столицы прошло шествие На площади Победы возложили цветы Позже на Свислочи открыли плавучий фонтан Вечером у Стеллы Минц-город-герой состоялся гала-концерт В 23.00 небо в разных городах страны озарили салюты и фейерверки С 1 июля выросли трудовые пенсии Уменьшилась ставка рефинансирования с 8 до 7,75% годовых Стоимость краткосрочного шенгена теперь составляет 35 евро Увеличилась цена отдельных марок сигарет на 5,10 копеек Иностранцы получили больше прав Сроки регистрации по приезду увеличились до 10 дней Высококвалифицированным работникам теперь будут давать добро На временное или постоянное проживание до двух лет Ценз оседлости для получения разрешения на постоянное проживание Снижен с 7 до 5 лет Для занятых в экономике до трех Министерство ЖКХ обновило правила уборки подъездов в высотках Теперь избавляться от пыли и мусора на первых этажах Должны не менее двух раз в месяц В остальных вспомогательных помещениях раз в семь дней В домах с лифтами дважды в месяц Мытье предусмотрено минимум два и один раз в месяц Работников спецодежды также обязали уделять внимание подъемникам Приводить в порядок кабины надлежит не реже одного раза в месяц Протирать стены, окна, двери, плафоны и отопительные приборы влажной тряпкой А также обметать пыль с потолков раз в год Чаще можно, реже нельзя Каждую неделю очищать доску объявлений По необходимости проводить дезинфекцию, выводить насекомых и грызунов Правительство скорректировало порядок предоставления арендного жилья Первоочередное право на получение закрепили за бюджетниками С пятилетними трудовыми контрактами Речь идет о работниках медицины, образования и культуры Эксперты уверены, мера позволит закрепить кадры в глубинке И поддержать развитие регионов Минтранс разрабатывает госпрограмму развития дорог до 2025 года Главная задача улучшения инфраструктуры для сокращения аварий и числа пострадавших В стране 700 километров полотна первой категории без барьерных ограждений Их планируют установить в течение нескольких лет Цена вопроса порядка 140 миллионов рублей В ближайшие пять лет в стране также планируют электрифицировать 300 километров железных магистралей Решение приняли после запуска электропоездов по маршруту Светлогорск-Жлобин-Минск В первую очередь, как сообщается, обновят участок путей до Барановичей Суды и ЗАГСы перед расторжением брака будут предлагать супругам встречу с медиатором Прием специалиста назначат, если пара намерена развестись, по взаимному согласию Нет несовершеннолетних детей и споров об имуществе По необходимости помогут решить и юридические вопросы По мнению экспертов, новая услуга позволит сберечь семейные ценности и сохранить ячейку общества Каждый вторник в городском ЗАГСе также работает психолог За полгода в Бобруйске зарегистрировано 506 браков и 454 развода 350 семей распались по решению суда Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Николай Силков Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова